Теперь к другим итогам. Корреспонденты новостей УТС, как обычно, подготовили для вас обзор самых интересных событий, для каждого из которых нашлась своя номинация. Смотрим. В Новосибирске с рабочим визитом побывал полномочный посол Финляндии в России Ханну Химанин. Во время встречи с губернатором Городецким он обсудил перспективы сотрудничества скандинавской страны с нашим регионом. У финнов уже есть успешный опыт работы на строительном рынке России. Так и в Новосибирске финский строительный концерн планирует построить жилья класса «Эконом-плюс». Также возможно сотрудничество в других сферах. Это сельское хозяйство и медицина. Подразделения пожарной охраны в районах области получили новую технику, причем местного производства. 14 машин сошло с конвейера Посевнинского завода в Черепановском районе. Оснащены пожарные машины по последнему слову техники. К примеру, насосы обеспечивают бесперебойную подачу воды со скоростью 40 литров в секунду. После торжественного вручения ключей машины отправились на боевое дежурство в Баганский, Краснозерский, Купинский, Ордынский, Каргатский и другие районы. В Новосибирске продолжается обсуждение проекта 4-го моста через ОПИ. По предварительным оценкам, стоимость сооружения составит 25 миллиардов рублей. И построен мост будет на деньги как государства, так и частных инвесторов. Соответственно, проезд по мосту будет платным. Прогнозируемый трафик – 100 тысяч машин в сутки. Такой поток позволит снять плату за проезд к 2036 году. Однако, будет ли платный мост пользоваться подобной популярностью у автовладельцев, пока остается загадкой. Несмотря на то, что доллар и евро несколько сдали свои позиции, а рубль укрепился, на продуктовых ценах это не сказалось. Снижение не произошло. В стоимости прибавили конфеты и сладости. По сути, на прежнем высоком уровне остаются цены на мясо, крупу, овощи и фрукты. Между тем, к концу недели ведущие мировые валюты вновь пошли в рост. Мобильная станция переливания крови отправилась в очередной рейд по Новосибирску. На площади Ленина у машины выстроилась целая очередь из доноров. Задача акции – не просто собрать кровь, но и убедить людей сдавать ее регулярно. В этом году станция по забору крови проколесит по городу 7 раз. При этом сам донор может сдавать кровь не чаще, чем раз в 2 месяца. Основные требования к здоровью не изменились. Отсутствие хронических заболеваний. После нанесения тату должен пройти год, а после операции – 6 месяцев. Можно надеяться, что задачи рейдов будут выполнены. Предварительно на участие в акции уже записались 125 человек. Новосибирские чиновники обещают в этом году активно бороться с пылью на дорогах. Для этого будет не только организован полив улиц, но и отремонтированы дорожные ограждения. Кроме того, на городских клумбах появится множество цветов, в том числе и необычные. На озеленение города в этом году планируют потратить 60 миллионов рублей. В списке 27 объектов. Половину из них подготовят уже к 9 мая, а после праздников примутся и за остальные. Маленьким чудом можно назвать то, что сделали новосибирские реставраторы автомобильной техники. Они создали точную копию бронемашины времен Второй мировой войны. На все работы ушло 3 месяца. Автомобиль невозможно отличить от оригинала, правда, броня чуть тоньше и макет вместо пулемета. Как надеются реставраторы, автомобиль в день Парада Победы сможет проехать по площади Ленина. Правда, пока это еще не согласовано. Также можно отметить другую реставрационную работу новосибирских студентов, которые своими руками восстанавливают самолет Як-9 времен Великой Отечественной. Всю неделю спасатели, полиция и добровольцы искали в Качковском районе 17-летнего Сергея Булгакова. 11-классник пропал 14 апреля. К сожалению, поиски закончились трагически. Тело юноши было обнаружено возле реки Карасук. Причины смерти школьника сейчас выясняются. Ранее правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Убийство». Водно-транспортное происшествие на Аби случилось в четверг. По неизвестной причине две порожные баржи сорвались с якоря и отправились в неуправляемое путешествие по реке. К счастью, навигация еще не открыта, иначе серьезного ЧП вряд ли удалось бы избежать. В итоге одна из барж несущественно зацепила опору Димитровского моста. Также был поврежден плавучий дом у Димитровской автомобильной переправы. Затем одна из барж села на мель возле Затона, а вторая добралась до Кудряшовского переката, где также остановилась. На одном из новосибирских заводов произвели снегоплавильную машину. Разработка проекта также велась на предприятии. Стоимость плавки одного кубометра снега с помощью новосибирской машины составляет 64 рубля. Для сравнения, использование канадской установки обходится в два раза дороже. Пока наша машина экспериментальная, не слишком большой мощности, однако уже есть проект установки с производительностью до 6000 кубометров в сутки. Это целых 600 КАМАЗов. Интерес к новосибирской машине уже проявили в нескольких северных регионах. В мэрии также рассмотрят вопрос о ее изготовлении. Это выгодно, поскольку запчасти и сервисный ремонт окажутся буквально в шаговой доступности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова